Сегодня в выпуске. Вакцинация снижает риск серьезных осложнений смерти у беременных на 70%. Подробности далее. Безопасность детей превыше всего. Сколько казахстанских школ уже оборудовали тревожными кнопками и укомплектовали спецохраной, расскажет наш корреспондент. Так живописно и по-новому интересно. Новые пешеходные маршруты по Чарынскому каньону намерены открыть уже скоро. О необходимости создания Международного водно-энергетического консорциума заявил Касымжумар Токаев во время встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Деятельность организации будет направлена на обеспечение баланса жизненно важных интересов государств региона в области гидроэнергетики, ирригации и охраны окружающей среды. В этой связи он призвал европейских партнеров внести вклад в осуществление казахстанской инициативы. Касымжумар Токаев также высоко оценил динамичное развитие торгово-экономических и инвестиционных связей. Как сказал президент, ЕС является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана с общим объемом инвестиций 160 миллиардов долларов. Даже во время пандемии наши отношения с Казахстаном оставались на хорошем уровне. И в 2020 году Казахстан оставался самым важным торговым партнером ЕС в регионе. И сейчас нужно смотреть на новые проекты по декарбонизации, инновации и диверсификации торговых путей. Так что у нас есть очень хорошие перспективы. А во время встречи с бельгийским премьером Александром Декро, Касымжумар Токаев сообщил собеседнику о разработке казахстанской вакцины Казвак. А также предложил наладить сотрудничество между национальным холдингом Казбиофарми, недавно созданной бельгийской биофармацевтической платформой. 54 инвестиционных и коммерческих контракта подписали Казахстан и Узбекистан на третьем форуме межрегионального сотрудничества. На реализацию проектов в сферах машиностроения, сельского хозяйства, производства строительных материалов, электротехнической продукции направят свыше 611 миллионов долларов. Страны в ходе мероприятия договорились расширить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной, водно-энергетической сферах, промышленной кооперации и туризме. К слову, с начала года товарооборот центрально-азиатских республик достиг почти 3 миллиарда долларов. В планах довести его до 5 миллиардов уже в 2022-м и до 10 миллиардов в американской валюте в течение ближайших пяти лет. В Узбекистан прибыл первый поезд «Агроэкспресс» из России, сообщает спутник УЗ. Состав вернётся обратно к концу ноября. Данный проект реализован в рамках расширения двустороннего сотрудничества для развития логистических коридоров. Его главная задача – нарастить железнодорожный грузооборот продукции между странами до 1 миллиона тонн к 2030 году. Узбекистан и Туркменистан откроют два КПП на границе, закрытые из-за пандемии. Речь идёт о КПП Ходжейли-Куняургенш-Шавадда-Шагус. Они должны стать дополнением к действующему пункту пропуска через границу Олот. Ожидается, что работа КПП будет возобновлена с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм для организации бесконтактной перевозки прицепов и полуприцепов. В Кыргызстан прибыло более 115 тысяч доз вакцины «Модерна». Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава. По данным ведомства, антиковидный препарат пожертвован правительством Франции в рамках механизма «Кавакс». Для жителей столицы препарат будет доступен уже в течение двух дней. В регионы вакцина будет доставлена в течение 10 дней. Снова рост в Казахстане. За минувшие сутки у 971 человека выявлена коронавирусная инфекция. Антирейтинг по приросту ведет североказахстанская область. Здесь опасным вирусом заболели 138 человек. Плюс 128 в Карагандинской области. Замыкает тройку столицы Казахстана, где положительный ПЦР зафиксирован у 122 человек. Между тем, лечение от COVID-19 к данному часу получает 27 тысяч казахстанцев. 422 пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии. 81 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции и легких. Отметим, в стране продолжается кампания по вакцинации населения. Двумя компонентами антиковидного препарата иммунизировано уже 8 миллионов 24 тысячи шестьдесят пять человек. Вакцинация от коронавируса снижает риск серьезных осложнений и даже смерти беременных женщин на 70%. Об этом заявил казахстанский ученый Вячеслав Лакшин. Он отметил, что в США, Великобритании, Израиле и Бельгии уже пришли к выводу, что будущим мамам прививка не только навредит, а напротив, она необходима. Вакцинация, по словам ученого, поможет защитить и ребенка, и маму. К большому сожалению, коронавирус довольно тяжело переносит беременные. Особенно те, кто имеет сопутствующие заболевания. И поэтому вакцинация беременных – это единственный путь, который может надежно защитить от риска заражения. Особенно от тяжелого течения, от пневмонии и даже от смерти. И это важно понять. Вакцины, которые применяются для этого, МРНК-вакцины, они прошли апробацию и до клинических исследований, и в клинических. Сегодня их получили многие сотни тысяч беременных в разных странах мира. Нет негативного влияния ни на плод, ни на здоровье беременных. Зато исследования показали, что у внутриутробного плода обнаруживаются антитела. Точно так же, как при кормлении грудью вакцинация позволяет обеспечить антителами против COVID-19 новорожденного ребенка. Вячеслав Лакшин отметил, что оптимальный срок для проведения вакцинации – с 16 по 37 неделю беременности. А еще лучше, по словам специалиста, иммунизироваться до начала наступления интересного положения, дабы защитить себя и ребенка и в первом триместре. Между тем, по данным Минздрава, американской вакциной в Pfizer привились 9 тысяч кормящих женщин. Меньше вакцинированных среди будущих мам – всего 4 600 женщин. Во Франции ожидают пик пятой волны уже в начале декабря. В правительстве страны озвучили новые ограничения – обязательная бустерная доза и более строгие условия для получения санитарного паспорта. Ученые во Франции, как и за ее пределами, подтверждают, что бустерная доза полезна для всех взрослых старше 18 лет, потому что иммунитет даже у молодежи снижается через несколько месяцев. И в условиях сильной циркуляции вируса, который мы наблюдаем, рекомендации ученых говорят о том, что для бустерной дозы не нужно ждать 6 месяцев, чтобы ее сделать. Лучше ее сделать через 5 месяцев после последней инъекции или инфицирования. Кроме того, сокращается действие теста на коронавирус вместо 72 часов 24. К слову, в Пятой Республике не планируют вводить вакцинацию детей от 5 до 11 лет. И это несмотря на то, что европейский орган одобрил применение препарата Pfizer. К этому вопросу намерены вернуться только в начале следующего года. Получить дополнительную дозу препарата от коронавируса призывают жители Великобритании. Ревакцинироваться рекомендуют до 11 декабря. Власти мотивируют население тем, что таким образом они будут лучше защищены от инфекции в преддверии рождественских праздников. Отметив в стране, бустерную дозу вакцины уже получили 16 миллионов человек. Привиться могут граждане старше 40 лет. При этом между второй и третьей дозой должно пройти не меньше полугода. В Португалии вновь ведут ограничения против коронавируса спустя два месяца после их отмены, несмотря на высокий уровень вакцинации. Так, с 1 декабря станет обязательным ношение масок в закрытых помещениях. Для посещения ресторанов, кинотеатров и отелей необходимо будет предоставить электронный сертификат, подтверждающий вакцинацию или выздоровление от COVID-19. Более того, вакцинированные граждане должны будут предоставить отрицательный тест, если захотят посетить больницы, дома, престарелых, спортивные мероприятия. Отметив, в Португалии обе дозы вакцины получили уже около 87% населения. Носить маску обязательно, даже находясь на улице. Кроме того, люди, прибывающие в страну, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, принимаемые меры необходимы для того, чтобы предотвратить рост заболеваемости. В более чем тысячах объектах образования страны установлены тревожные кнопки. Свыше 700 образовательных учреждений переведены на круглосуточную лицензированную службу охраны. Кроме того, к Центру оперативного управления органов внутренних дел подключены свыше полутора тысяч городских и районных школ республики. Об этом сообщил главный эксперт Комитета по охране прав детей, Минобразования и науки Тимур Костуганов. По его словам, благополучие и безопасность детей являются основополагающими вопросами государства и ответственных за это ведомств. И для того, чтобы учителя и дети знали, как реагировать в случае чрезвычайных ситуаций или иных угроз, в разработке находится специальный алгоритм действий. Ему должны будут следовать все объекты образования республики. Ожидается, что он будет представлен уже в следующем году. На данный момент в рамках законотворческой деятельности он прорабатывается совместно с заинтересованными органами. Это, конечно же, Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности. И, конечно же, привлекаются педагоги-эксперты, которые как раз-таки с позиции практиков дают свои рекомендации, предложения к этому алгоритму. 350 тысяч казахстанцев посетили зарубежные страны с начала нынешнего года. К слову, это в четыре раза больше, чем в 2020-м. Специалисты уверены, что цифра вырастет в разы в канун Нового года, потому как много желающих выехать именно на праздники. По словам президента Ассоциации туроператоров республики Инны Рей, наиболее популярные среди казахстанцев направления – Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Мальдивы и Таиланд. Также возобновлены регулярные рейсы в Индию и Шри-Ланку. Во время пандемии туроператоры не прекращали работу. Благодаря фонду туристок Камкор мы смогли доставить наших путешественников к месту назначения и вернуть их обратно на родину. Конечно, было и немало трудностей. Особенно этим летом было много работы. Наши туристы остались довольны. Это и самое главное. Желающих приехать в нашу страну очень много. Мы держим связь с представителями туристического сообщества, пока не получили разрешение межведомственной комиссии. Надеемся, что ситуация разрешится. Чарынский каньон станет еще более привлекательным для туристов. В ближайшем будущем здесь появятся новые элементы базовой туристической инфраструктуры. Посетители получат возможность любоваться ночными видами каньона. Будут подсвечены скалы и пешеходные тропы. Здесь уже установили оборудованные смотровые площадки, информационные стенды и соорудили метеостанцию. Наша основная идея – развивая туризм, мы не должны нанести ущерб природе. Поэтому наши партнеры «Казак Джоография» – это объединение, в котором есть много членов. И там специалисты из разных сфер, как из географии, также из культуры, историки, разные научные сообщества. Поэтому мы, изучая общую мировую практику, изучая опыт, который у нас есть, объединяя все эти усилия, мы хотим сделать пребывание на природе и безопасным, и в то же время наносить ущерб. Летом в Чарынском каньоне очень жарко. Здесь температура воздуха достигает плюс 40-45 градусов. Для удобства туристов поставили беседки. Их разместили через каждые 500 метров. Рядом с ними установили краны из питьевой водой. Также в ближайшем будущем здесь появится сразу несколько новых пешеходных маршрутов. Пока их только два. По краю и внутри долины замков. Закрытая премьера фильма о первом президенте Казахстана «Казах. История золотого человека» состоялась в Минске в рамках кинофестиваля «Листопад». В фильме Нурсултан Азарбаев делится воспоминаниями о своей жизни и важных событиях, новейшей истории, распаде Советского Союза, закрытии Семипалатинского полигона, также нынешней роли Казахстана на международной арене. Над созданием ленты трудилась интернациональная киногруппа во главе со скороносным режиссером и звездой Голливуда Оливером Стоуном. Музыку к фильму написал известный итальянский композитор и дирижер Карло Селиотто. Создатели картины уверены, она откроет для зрителей новый Казахстан. Да и нас не знал никто, почему не приехал Нурсултан Абишевич в Беловежскую пущу, где был Шушкевич, Кравчук и Ельцин. Он в нашем фильме говорит об этом впервые. И есть ряд других моментов, которые не хотелось бы раскрывать до телепремьеры. Я хотел бы сказать, что вскоре первыми телевизионную версию нашего фильма посмотрят в Казахстане. Мы очень горды этим. Но одно говорит о нашем фильме, что он интересен мировому зрителю. Почему она интересна должна быть для Минска? Ну, потому что это братская страна, это братский народ казахскому народу. И я думаю, что это народы, у которых есть общий интерес. Я думаю, что тем же авторитетом, который Нурсултан Абишевич пользуется у Александра Георгиевича Лукашенко, я думаю, так же он пользуется и у простых белорусских граждан. Уже в ближайшее время казахстанцы смогут увидеть восьмисерийную телеверсию фильма. Отметим, «Золотой человек» уже включился в гонку за премию «Оскар» и даже получил первую музыкальную номинацию. После Беларуси лента продолжит свое кинематографическое шествие. Впереди Арабские Эмираты, Франция, Германия, Япония и Китай.